Когда строить новый музей было решено рядом со стелой Минск-Город-Герои, многие горожане опасались, что современное здание здесь будет лишним. Однако и по пропорциям, и по форме оно органично вписалось в архитектурный ансамбль. Теперь минчане приходят сюда и на экскурсии, и просто посидеть в живописном скверике. Мы достигли по возрасту своего расцвета и символично встречаем этот праздник в новом здании, во вновь созданной экспозиции. Сегодня мы живем, конечно, новыми замыслами, новыми идеями. И на сегодняшний день коллектив музея находится на марше. Мы в движении и в развитии. За первые три месяца работы на новом месте музей посетили более 130 тысяч человек. По сравнению с прошлыми годами количество экскурсий увеличилось почти втрое. Посмотреть действительно есть на что. Масштабные инсталляции, настоящая военная техника, тематические экспозиции каждого периода войны и очень много интерактива. Самое интересное, что не только дети сразу бросаются к этим мультимедийным планшетам, но также, когда мы видим экскурсии, люди постарше возраста разного контингента подходят и пользуются нашими различными мультимедийными установками. В последнее время информированность посетителей очень выросла, признается старейший сотрудник музея Владимир Фалецкий. Многие исторические факты трактуют по-разному. А среди документов, фотографий, экспонатов проще отличить правду от вымыслов. Особенность музейщиков, что он должен выдать только то, здесь подтверждение документами, потому что у нас порой в том же интернете появляются и не совсем то правильные моменты. Поэтому, если что-то интересное заинтересуешь, очень внимательно любая аудитория тебя слушает. И потом и в Минске, и на улице, и в автобусе, и троллейбусе поздоровается. И вот, на это вступать в место, мы с нами экскурсию проводили. Сегодня музей истории Великой Отечественной – самое большое в стране хранилище фрагментов войны, где у каждого посетителя есть причина и возможность перенестись в прошлое. Сергей Чураков, Наталья Гаврусик, Юрий Величенко. Телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова